Вопрос простой до банальности. На ваш взгляд, чем может козырять перед своими друзьями любой 17-летний подросток, который вместо всех талантов обладает лишь одним, но очень важным преимуществом над сверстниками, это богатые родители. Ну, конечно, наличие свободных денег. Дорогим маме и папе ничего не жалко, лишь бы побаловать свое единственное чадо. Пускай сынули ни в чем себе не отказывает, вот он и развлекается по полной. А когда благодаря спиртному доходишь до определенной кондиции, естественно, неудержимо тянет на приключения. Пока матушка спит, незаметно забираешь у нее ключи от хорошей иномарки и вперед на дороге родного города. Недаром же хвастался перед друзьями, что можешь ездить за рулем не хуже любого профессионального водителя и в любом состоянии. Думаешь, количество лошадок под капотом позволит уйти от полицейской погони, так что ощущаешь полную безнаказанность. Самое главное, машину до утра вернуть обратно, чтобы мама не узнала, не получилось. На очередном затяжном повороте иномарка потеряла управление и, сшибая на своем пути все секции забора, остановилась на тротуаре. Вы в таком состоянии за руль-то сели, что ли? Вы на ногах еле стоите? Аккуратнее упадите, пожалуйста. Стоять на ногах молодому человеку и в самом деле было довольно сложно, не говоря уже о том, чтобы внятно разговаривать. Неудивительно, что в таком состоянии далеко убежать от полицейских парень так и не смог. Из-за чего авария произошла? Какая авария? Вот эта авария. Какая? Ну вот машина немножко разбита стоит. Какая? Там можно показать. В автомобиле Ауди это вам принадлежит? Нет. Нет? А здесь вы что делаете? Что вы здесь делаете? Общаюсь со своим другом. Да? Да. А с сотрудниками ГАИ почему общаетесь еще? Почему они с вами хотят пообщаться? А это мой знакомый? Сотрудники ГАИ? Да. Когда на место аварии подъехали сотрудники ГАИ, около разбитой машины находились трое молодых людей. Те, кто были потрезвее, успели сбежать, бросив своего друга, который, по мнению полицейских, и управлял Ауди. А что правильно, пускай сам все расхлебывает, как это по-товарищески. Поначалу даже инспектором ГАИ молодой человек заявил, что они поймали не того, он просто прохожий. Но вскоре, по словам полицейских, парень признался, что в эту ночь взял автомобиль покататься у своей матери. На повороте водитель не справился с управлением и едва не улетел в глубокий кювет. От рогового падения спас металлический забор. Новый автомобиль Ауди оказался основательно разбит со всех сторон. Все, что осталось от иномарки, увезли на штрафстоянку. А водителя, скорее всего, в ближайшее время ждет суд. Какое-то наказание молодого человека все-таки ждет. Правда, точно не административный арест, ведь парню нет еще и 18-ти. Так что максимум грозит штраф, да и то небольшой, в сравнении со стоимостью ремонта машины. Но все эти финансовые расходы молодого человека явно не интересуют. Зачем париться, когда есть такие замечательные родители? All-Inclusive. Необычная кража произошла в частном секторе Казани. Домушники навестили совсем не бедный коттедж. Забрались внутрь и спокойно унесли с собой довольно тяжелый металлический сейф. Зачем на месте мучиться, тратя свое время на подбор подходящей отмычки к замку, когда спокойно уже где-нибудь в гараже можно с помощью болгарки вскрыть ларчик любой сложности. Поживились воры неплохо. Внутри лежали ювелирные украшения и кредитка с деньгами. Причем орудовали в доме злоумышленники настолько аккуратно, не нарушая порядок, что хозяева заметили пропажу случайно лишь через несколько дней, когда сами захотели снять денежки с карты. Воры оказались жадными. Выручки с продажи драгоценностей им оказалось мало, и они решили еще распотрошить кредитку. Грешно же не воспользоваться случаем, когда рядышком с картой лежит листочек с заветными четырьмя цифрами пин-кода. Кадры с камеры слежения, установленные в одном из банков, попали к следователям сразу после того, как стало известно. С украденной карты сняли все наличные, а именно 19 тысяч рублей. Карты воспользовались через несколько дней после того, как она вместе с сейфом и лежащими в нем уже украшениями была похищена из частного дома в Приволжском районе Казани. О том, что совершено преступление, они заметили только тогда, когда возникла необходимость воспользоваться банковской картой. В ходе осмотра места происшествия полицейские установили, что злоумышленник проник в дом, подобрав ключ от входной двери. В настоящее время в отделе полиции Софиулина по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Квартирная кража». Злоумышленники сильно рисковали, когда решили через банкомат снять всю наличность. Как известно, и сам терминал, и помещение, где он находится, всегда оборудовано сразу несколькими камерами видеонаблюдения. Но риск – дело благородное. К тому же так тянуло узнать, сколько денег на кредитки. Мне кажется, мужчина сильно расстроился, когда выяснил, что там всего 19 тысяч рублей. Очевидно, что злоумышленник, снявший наличные с краденной карты, очень старается не попасть в объектив камер слежения и как можно быстрее завершить операцию и скрыться. Однако сотрудники полиции все-таки надеются на помощь казанцев. Возможно, кто-то узнал этого человека и имеет информацию о его местонахождении. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подозреваемого и может помочь в расследовании преступления, сотрудники полиции просят обращаться по номерам 02-052 анонимно, а также выделение по раскрытию квартирных краш управления МВД России по городу Казани по телефону 294-50-20. Определенный шанс, что домушников все-таки не поймают, конечно, есть. Обычно полицейский обращается за помощью к очевидцам через телевидение в самом крайнем случае, когда расследование уже зашло в тупик. Но вероятность уйти от ответственности слишком мала. Даже если повезет в этот раз, наверняка в следующий над чем-нибудь да проколятся. Оперативники уверены, что эти воры – серийщики. Громко уголовное дело о похищении дочери известного казанского бизнесмена дошло до суда. Еще в конце прошлого года 24-летнюю девушку средь белого дня похитили у торгового комплекса люди в масках и в камуфляже, причем на глазах многочисленных очевидцев. Но никто из свидетелей не забил тревогу. Естественно, я не говорю о том, чтобы на месте помочь девушке. Это геройство опасно для жизни, когда злоумышленники размахивают оружием. Дело в том, что никто из прохожих даже не позвонил в 02 и не сообщил о ЧП в полицию. С другой стороны, чему тут удивляться? Мы же все живем по принципу «моя хата с краю». Потерпевшая 24-летняя Мария Майкина пришла сегодня в суд со своим отцом, казанским бизнесменом Александром Майкиным. Именно на его благосостояние и рассчитывали вымогатели. Организатором похищения выступил бывший ухажер Марии, знавший о том, что в семье есть деньги. Днем 21 октября на девушку, выходившую из торгового комплекса, напали трое в камуфляжной форме. Сначала поставили на колени, а потом затолкали в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. В течение следующих двух дней заложницу держали на заброшенной овощной базе. Надо отдать должное оперативникам. Они установили личности всех наглецов и освободили заложницу через пару дней. Как именно вышли на след преступников, естественно, тайна следствия, но наверняка отследили по сигналам сотовых телефонов. Преступники скинули отцу бизнесмену СМС-ку с требованием заплатить 50 миллионов рублей, если он хочет увидеть свою дочь живой и невредимой. Никто из бандейки не ожидал, что отец девушки вместо того, чтобы безропотно собирать всю сумму, обратится в полицию. Преступники пугали ее, включая около уха электрошокер, а также заставляли принимать сильнодействующие препараты. Бизнесмен обратился в полицию и сотрудникам спецназа удалось освободить заложницу, когда вымогатели перевозили ее на новое место укрытия. В результате спецоперации были задержаны трое похитителей и еще четвертый фигурант преступления, житель Казани, предоставлявший места для укрытия заложницы. Максимальное наказание по более суровой статье предусматривается наказание в виде лишней свободы до 15 лет. По предварительным данным, некоторые задержанные, видимо, чтобы хоть немного скостили срок, всю вину решили переложить на главаря бывшего ухажера похищенной девушки. Якобы этот злодей ввел их в заблуждение, а они, бедные, до конца не ведали, что творят. Всерьез девушку похищать даже не думали, не говоря уже о том, чтобы применять к ней какое-либо насилие. Утверждают, это была театральная постановка, просто максимально реалистичная. Расследуя это дело, следователи выяснили, что организатор похищения замешан и в других преступлениях. Бывший десантник Артем Щербаков, по данным следствия, совершал крупные махинации с автомобилями. Щербаков представлялся горожанным дизайнером, длительное время работавшим в Германии, имеющим хорошие связи с руководством местных автоконцернов. Он сообщал потерпевшим, что может перегнать в Казань дорогостоящие модели иномарок по низким ценам. Всего следствием установлено четверо потерпевших. Ущерб, нанесенным действием Щербакова, составил более 4,4 миллиона рублей. Сегодня суд продлил задержанным срок содержания под стражей и назначил рассмотрение дела по существу на 27 июля. Дома у одного из задержанных осталась молодая жена и маленький сынишка. С тех пор, как только мужчина попал за решетку, супруга чуть ли не ежедневно выкладывает на свою страничку ВКонтакте романтические фотографии, сообщения, в которых клянется вечной любви. И обещает дождаться своего ненаглядного, несмотря на козни недоброжелателей. Вот такая современная любовь на показ. Многие гаишники, которые работают уже не первый год, философски относятся к разному роду уличным гонщикам. Это только попервой сокрушаешься над поведением любителей погонять. Думаешь, как можно так беспечно относиться к своей жизни, к жизням окружающих? С чего этот безбашенный экстремал решил, что ему все дозволено? У опытных полицейских свое мировоззрение. Даже если беспредельщику на дороге удастся уйти от погони, стражи порядка с полной уверенностью дела обычно говорят, что каждый гонщик всегда найдет свой столб. Рано или поздно. Останется ли при этом человек жив и невредим, зависит лишь от скорости, ну и марки машины. Вот очередное тому доказательство. Неплохой автомобиль, мерседес, резвый двигатель, иномарка напичкана всевозможными электронными системами безопасности, курсовая устойчивость, антипробуксовка. Короче, грех не погонять. Правда, от гаишников постоянно приходят письма счастья. Уже набежало тысяч десять за превышение скорости. Но это не беда, что мы бедные что ли? Заплатим? Может когда-нибудь. А пока дави педальку в пол, на это много ума не надо. Очевидцы утверждают, что этот белый мерседес всю ночь гонял по Новосавиновскому району, обгоняя и подрезая попутный транспорт. Наконец, под утро, уже на проспекте Амирхана, неадекватный водитель попался на глаза экипажу ГАИ. Инспекторы решили остановить иномарку, но шофер лишь увеличил скорость. Я за свою машину испугался, у меня машина вот так вот берег стояла. А как раз мне у вашей машины прилетели? Вон же прилетел. А у меня машина вот так стояла, короче. Недва не задели? Да. Я думаю, все. На перекрестке водитель не смог войти в крутой поворот. Разбил машину о высокий поребрик и протаранил мини-маркет. Из-под капота сразу повалил густой дым. Подъехавшие пожарные вовремя смогли сбить пламя. ГБДД, говорят, 200, он оттуда лупил. 200, говорят. 200? В крутой поворот водитель входил явно не на скорости 200 км в час. И начат машины, остались бы рожки до ножки, не говоря уже о людях в салоне. Но справиться с управлением баварца при всех его электронных наворотах все равно не удалось. А дальше поребрик, тротуар и здание мини-маркета. Машина в дребезге, люди без единой царапины. В салоне Мерседеса находились 4 человека. После аварии все молодые люди разбежались. Поймать удалось только двоих. Среди них парень, который, по словам очевидцев, якобы и управлял автомобилем. Правда, сам задержанный заявил, что на него наговаривают. Обменяют людей, тех, кто не сидел за рулем, то, что человек сидел за рулем. Вы не сидели за рулем? Нет, я не сидел за рулем. Я не сидел за рулем. Еще раз объясню. Вы вообще мимо проходили, что ли? Я еще раз объясню. Я не сидел за рулем. Вы можете посмотреть по отпечаткам пальцев. Ни у кого из парней при себе не оказалось никаких документов. Выяснять их личности пришлось в отделе полиции. По словам инспекторов, автомобиль им не принадлежит. Парни, вероятно, взяли машину просто покататься. У вас права-то есть? Конечно. Если бы не было у меня водительского удостоверения, я бы не ездил за рулем. Но в данной ситуации я выпивший и за руль не сажусь. Интересно, если молодой водитель и в самом деле взял у Мерседес покататься у своего приятеля, вспомнит ли хозяин о дружбе после того, как увидит, во что превратилась его машина? Эти и другие сюжеты вы можете посмотреть на нашем сайте эфир24.tv Это была программа «Перехват за неделю». Не становитесь героями наших сюжетов. Учитесь на чужих ошибках. Редактор субтитров А.Семкин